Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Артем и вы находитесь на канале HardTales. Записываю вот в таком вот формате, с веб-камерой, довольно давно уже не записывал таких живых видео. Что же, поехали! Сегодня мы с вами поговорим о процессорах нового поколения компании Intel. Это конечно же Alder Lake. Кое-какие характеристики стали известны этих процессоров, но и об этих характеристиках мы сегодня с вами и поговорим. Кстати, более подробное и развернутое мнение о новых процессорах Alder Lake есть у меня на сайте mstream.ru, заходите. Здесь есть и про мобильные процессоры Alder Lake, и конечно же в целом мое мнение про Alder Lake настольного поколения. Для обычных десктопов, для больших. Переходите mstream.ru, ссылочки оставлю еще дополнительно в прикрепленном комментарии, вы сможете там подробнее все прочитать. Итак, на сайте videocards.com появилась информация о характеристиках процессоров Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Это три таких ярких представителя линеек Core i9, Core i7 и Core i5. Разумеется, процессоров будет намного-намного больше, нежели три модели, как здесь указано. И смотрим здесь на характеристики. Итак, старший процессор 16-ядерный. Напомню, что здесь будет использоваться гибридная архитектура. Большие ядра, малые ядра, все под одной кремниевой упаковкой. Итак, 8 больших, 8 малых ядер. Pi-ядра это большие ядра, и ядра это малые энергоэффективные ядра. Итак, частоты процессора следующие. При работе одного-двух ядер больших, Turbo Boost будет, внимание, до 5,3 ГГц. Вот такое сумасшедшее значение даже для двух ядер. В принципе, неплохо звучит. 8 ядер 5 ГГц. И малые ядра 1,4 ядра 3,9 ГГц. Все 8 ядер 3,7 ГГц. 30 МБ кэша L3. И здесь вот не очень понятно, это указан общий кэш, кэш только больших ядер и так далее. Не очень ясно. Появлялась информация о количестве кэша и малых и больших ядер. То есть, это архитектура Виллоу Ков, насколько я помню. Вернее, Голден Ков, извиняюсь. Виллоу Ков использовалась раньше. Голден Ков и Грейс Монт. Это архитектура маленьких ядер. Так вот, почему-то всего 30 МБ кэша. Но, по слухам, кэш будет для каждых ядер свой. То есть, у больших ядер будет свой кэш, у малых ядер свой кэш. То есть, в этом плане они будут работать довольно независимо. При этом регистры будут общие. То есть, регистры, напомню для тех, кто не знает, очень коротко, не вдаваясь в подробности, это сверхбыстрая память на транзисторах, которая хранит сверхважные данные для процессора. В частности, там помещаются инструкции, которые нужно выполнять. И, соответственно, благодаря этим регистрам процессор, собственно говоря, и может, в принципе, работать. Опять же, это очень коротко, не вдаваясь в подробности. Так вот, регистры такие будут общие, что позволит выполнять команды, общие команды, малыми и большими ядрами в зависимости от нагрузки. Итак, уровень TDP PL1 125 Вт, PL2 расширенный 228 Вт. TDP довольно-довольно-довольно-таки немаленький, несмотря на современный 10-нанометровый техпроцесс, следующие итерации следующего поколения. Но, несмотря на это, TDP довольно высокий. Но здесь стоит учитывать то, что и производительность значительно подрастет. И здесь не ясно. На TDP это указан для всего пакета 16-ядерного, либо же это TDP для каких-то пиковых нагрузок тех или иных ядер. Я думаю, что это TDP всего пакета полностью. Если это так, то это довольно будет все же экономично. Опять же, с поправкой на производительность, если она все-таки будет высокой. Тут уже сранее ничего пока сказать нельзя. Но о предполагаемой производительности процессоров мы с вами еще поговорим в этом видео. В общем, как-то так это все выглядит. Разумеется, большие ядра менее энергоэффективны, но более производительны, поддерживают технологию гипертрейдинга, то есть мультипоточность. Одно ядро выполняет два потока. Малые ядра не поддерживают технологию гиперпоточности, то есть 8 ядер, 8 потоков. Характеристики i7-12700K перед вами, i5-12600K также перед вами. TDP у них будет одинаковый, ну и за исключением частот и, разумеется, количество ядер. Вот общая табличка, как примерно все это будет выглядеть. Опять же, это только слухи. Не стоит рассматривать то, что это вот прям так и будет железобетонно. Впрочем, кстати, процессоры Ilder Lake, именно квалификационные образцы QS, уже доступны. В частности, в Китае их подпольно продают. Эти образцы можно получить только, если вы какой-либо там тестировщик, журналист, под эмбарго, под подпись. Но, тем не менее, процессоры уже на черном рынке появляются. Стоимость около там за 1000 долларов, 1100 долларов и больше. У кого-то они уже есть, кто-то их уже как-то там тестирует. Результатов пока что, конечно, в открытую никто не будет выкладывать, поскольку можно получить санкции от Intel в том числе. В общем, все это где-то уже есть. Память DDR5 уже, в принципе, также у кого-то есть. Первые партии выпускались. И даже есть, по слухам, и материнские платы, но в очень ограниченном количестве. Пока все это в публичный свет, так сказать, не выливается. В общем, как-то так все это выглядит. Ну и на сайте FCC FTECH появилась информация о том, что якобы старший процессор i9-12900K будет быстрее, чем флагманский процессор текущего поколения AMD Ryzen 9 5950X на целых 25%. 25%, насколько я помню, в однопотоке, и 11% мультипоточные показатели. Опять же, тесты эти всего лишь касаются довольно ограниченного количества синтетических тестов. Это Cinebench R20. Да, в принципе, более-менее он может показывать производительность, но тем не менее, хотелось бы более расширенных данных. Но, как я уже и сказал, сейчас жесткая эмбарго, и всплывать все будет пока что еще крайне неохотно. А вот ближе там к концу года мы получим более подробную информацию. Ну, а сами процессоры должны появиться, либо какой-то будет бумажный релиз в четвертом квартале этого 2021 года. Ну, и, возможно, в 2022 году они только уже появятся на полках. В общем, вот такие вот баллы мы получаем. Это сингл-кор производительность, производительность однопоточная, и мультикор производительность. То есть, пока все, что мы здесь с вами имеем. Напомню, что старший процессор Alder Lake i9 12900K, он 16-ядерный как бы, и, возможно, текущее программное обеспечение еще не полностью задействует весь, так сказать, функционал производительности нового процессора. Кстати, что касается производительности, то максимальную производительность вот такой вот гибридной архитектуры можно будет получить только в операционной системе Windows 11. По слухам, в десятке, наверное, до конца допиливать эту функцию они не будут, Microsoft в частности, и больше всего это именно пиарится для 11-й версии. Кстати, обзор Windows 11 есть у меня на канале. Мое расширенное мнение. Ссылочка будет, опять же, в прикрепленном комментарии. Все сможете посмотреть. Ну и заодно поддержите меня просмотром. Мне будет приятно. Ну и большими пальцами также вверх. Итак, в общем, вот такие данные мы на данный момент, как бы это ни звучало, имеем. Что касается стоимости новых процессоров, то я лично не ожидаю то, что она будет какой-то там маленькой и доступной. i9 линейка процессоров, я думаю, выйдет за стоимость в 1000 долларов. Что будет там с более младшими процессорами, мы посмотрим. Intel довольно много денег потратили на освоение 10-нанометровых норм производства полупроводников. Много было неудач. Все это компания будет, разумеется, отбивать. И процессоры отнюдь, я думаю, не будут дешевыми. Как, собственно говоря, и все. Текущее современное железо. Стоимость очень высокая. Даже несмотря на курсы национальных валют, на там пресловутый майнинг в случае видеокарт. В любом случае долларовые цены растут, поскольку осваивать все новые технологические нормы очень сложно. В компаниях очень сильно раздут маркетинговые бюджеты, маркетинговые отделы, которым деньги нужно платить. Все это влияет на стоимость конечного продукта. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшие годы как-то цены на железо слишком будут стабилизироваться в лучшую сторону для потребителей. Будет все только постепенно расти. Но опять же, если целесообразность приобретать это новое железо, получаем ли мы такую производительность по вот этим вот деньгам. То есть, если мы переплачиваем, мы должны получать высокую производительность по отношению к предыдущим продуктам. Сейчас уже давно нет такого скачка производительности, как было раньше. Как там, когда выходил там какой-нибудь Pentium 1, потом когда появился там Pentium 4, потом Core линейка процессоров. Сейчас так уже от железки к железке мы не получаем производительности, что-то вроде типа плюс 50%, плюс 100% и так далее. А цены все растут и растут. При всем при этом мы не получаем и какого-то интересного программного обеспечения, какого-то сверхреволюционного, которое раскрывало бы весь потенциал нового железа. Ну что у нас, браузеры, видеоредакторы, они и так уже давно существуют. Мне бы хотелось видеть какого-то более инновационного программного обеспечения. Что-то вроде, например, технологии нейронных сетей. Но этого практически нет для нас, обычных пользователей. Например, мы берем, цифруем какую-нибудь VHS-кассету, чтобы я хотел бы, например, видеть. Открываем некую программу, нажимаем некую кнопку, происходит интеллектуальный апскейлинг изображения, скажем, до Full HD, и все прекрасно начинает выглядеть. Вот таких технологий, к сожалению, нет до сих пор и, наверное, в ближайшее время все же не появится. Пишите свое мнение о стоимости современных железяк, о программном обеспечении следующего поколения, которого мы все еще до сих пор не получили. Мне будет интересно прочитать ваше мнение. Что же, на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы у меня впервые. Прожимайте большие пальцы вверх, если вам не сложно. Делитесь этим видео и другими роликами с друзьями в соцсетях. Смотрите другие мои публикации, посещайте сайт mstream.ru. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока.